Я благодарю всех, кто проголосовал за участие в нашей секции. Итак, первый вопрос, который я хотел бы вам задать. Это не значит, что микрофоны в зале должны пустовать. Я очень надеюсь на то, что поднятая рука или выход к микрофону – это ваше право задать вопрос тем, кто разбирается лучше меня и лучше вас в тонкостях законодательства. Какова модель взаимодействия субъектов ГОССОПКО с НКЦКИ и между собой? Джентльмены, микрофон в ваших руках. Выпущенная нами нормативная база предусматривает взаимодействие всех субъектов ГОССОПКО напрямую с НКЦКИ и между собой. Вопрос такого рода появился, потому что бытует мнение, что мы исключительно всех заворачиваем на себя и чтобы все взаимодействовали исключительно только с нами. Нет, это не совсем так. Вы имеете право взаимодействовать друг с другом, но объясню, почему взаимодействие по компьютерным инцидентам, по обмену информации об угрозах необходимо осуществлять через нас. И мы пытаемся выстраивать в этой части модель типа звезда. Поскольку полносвязная сеть подразумевает направление информации всей, всем, однозначно, рано или поздно, не просто возникнет избыточность той информации, которую вы будете направлять друг к другу. Обязательно возникнут ошибки, обязательно возникнут, собственно, какие-то недосказанности в части той информации, которую вы будете направлять друг к другу. И что хуже всего, тот абонент, который будет являться получателем этой информации от всех остальных прочих абонентов, он в этой информации рано или поздно захлебнется. Поэтому в части взаимодействия в рамках ГОСОПКО мы, собственно, выстраиваем вот эту модель звезда. Она описана и в законе, и в нашем нормативном базе. Но никто не запрещает вам участвовать в обмене друг с другом. Алексей, можно пояснить, лично для меня. В связи с чем этот вопрос мог возникнуть? В чем у него актуальность? Этот вопрос мог возникнуть, например, потому что мы действительно против бесконтрольного обмена информации о компьютерных инцидентах на объектах Кии с зарубежными партнерами. Вот в нашем порядке обмена информацией в приказе, который вышел недавно, там четко сказано, что вот эта категория информации с этими потребителями за рубежом, взаимодействие это должно осуществляться через нас. Я думаю, что, наверное, кто-то попытался это экстраполировать на всю информационную пространство страны, и, может быть, возникло вот такое недопонимание. Но, конечно, мы не собираемся запрещать никому внутри страны обмениваться информацией по инцидентам, предупреждать друг друга об угрозах. Нет. Вот вопросы, которые вы обсуждаете, и уровень задач, сложность их, упирается в очень неприятный момент, в кадры. Времена, когда ваша служба, структура была пылесосом кадровым, они прошли. Лучше работает сейчас не у вас, к сожалению, а может, к счастью. Вот, как быть? Ну, я так понимаю, здесь вопрос не только про нашу обеспеченность кадрами, но и про на местах. Следующий вопрос будет, вас роботами заменять не собираются? Ну, мы все делаем для автоматизации своих процессов, по крайней мере, для наиболее эффективного использования тех ограниченных ресурсов, которые у нас есть. Действительно, нам набирать нелегко людей, и даже в этом зале есть многие, наверное, десяток, наверное, даже спикеров, которые выращены были внутри нас, получили компетенцию и опыт, но затем нашли себя на гражданке, что называется. Но это не значит, что мы эту фабрику производства профессионалов восстанавливаем. Нет, ну, воспитываем, начинаем со студенчества. Я лично веду два курса в вузах, при этом набирая себе будущих сотрудников. Программы пишем. Тяжело, но процесс такой идет. А у вас как, коллеги, с кадрами? Увы, ах. В каком смысле? Мы можем являться конкурентами для многих крупнейших интеграторов, крупнейших представителей субъектов. Да, мы всего лишь госслужба. Но, тем не менее, мы набираем молодые кадры. Могу сказать, что мое управление достаточно сильно омолодилось в последнее время. Ребята идут с удовольствием, потому что работа интересная. И так же, как и коллеги, мы начинаем работать с вузами, начинаем работать со студентами, подбирая тех, кто действительно заинтересован, тех, кто хочет работать и тех, кто видит перспективы в нашей работе. Артем, у тебя проблем нет? Слушайте, с кадрами хорошо. Это без кадров плохо. Дальше вопрос, какими кадрами тебе хорошо? Хорошо с кадрами, когда ты их набрал, а вот дальше уже становится плохо, если их не набираешь. Открытие не сделаю. Все то же самое. Естественно, растим, с вузами работаем. Но что добавлю, что у Центрального банка есть сейчас проработки и профессиональный образовательный стандарт по специалистам информационной безопасности в кредит-финансовой сфере. У нас готовый курс по переподготовке специалистов по безопасности в кредит-финансовой сфере. И работаем сейчас с вузами на предмет того, чтобы этот курс начали уже обкатывать, что называется, в бою. То есть мы прекрасно понимаем, что кадры, эта штука такая долгоиграющая, поэтому довольно много ресурсов вкладываем именно в это направление. Кстати, в этом году на Уральском форуме, как раз тема обсуждалась, и те, кто был, помнят. Она со стороны Банка России поддержана не просто подразделением безопасности, а поддержана руководством. Это находится в кураторстве одного из зампредов. Но это только часть направлений, соответственно. Второе направление – это работа уже с точки зрения повышения осведомленности и работа с подрастающим поколением. В рамках центра «Сириус» мы уже провели три смены, где в каждой из смен талантливая молодежь, действительно дети просто потрясающие, они отрабатывали по нашему заказу проекты. Мы решаем тем самым две задачи. Во-первых, реально это бесплатные руки, которые на нас работают. Их продукция дальше нами используется. А второе – это правильная профориентация. Потому что ребята талантливые, серьезные, и важно, чтобы они стояли на нашей стороне, а не на той, которая темная. Поэтому два направления отрабатываем. Вот чтобы не показался монолог такого папа Карла, который там эксплуатирует детей бесплатно, хочу тоже рассказать про школу «Сириус». У нас только одна смена. Киберсмена, которую мы подготовили, выпустили на той неделе. 60 детей, которые из всей России приезжают в школу «Сириус». Школа «Сириус» может принять каждый месяц до 800 талантливых детей. Направления по трех направлениям. Наука – это мы, получается. Искусство и спорт. Вот тех детей, которых мы готовили, мы подчеркивали постоянно высокие морально-профессиональные качества этих детей. Не грех найти уязвимости, грех их эксплуатировать. У вас вопрос какой-то, про кадры? Я из госкорпорации «Росатом». Вопрос такой. Значит, вот у нас традиционно СУТП, объектов использования атомной энергии, регулировались через Ростехнадзор. Значит, федеральные нормы и правила по использованию атомной энергии. Вот это был у нас основной регулятор. С вступлением в силу нового ФСД-187 у нас появилось еще дополнительные два теперь. ФСБ и ФСТЭК. Естественно, наши АСУТП будут категорированы по самой высшей категории, я понимаю. Наверное, как ЗАКИ по первой, ниже вы там нам не дадите, наверное. И у нас будут в случае появления компьютерных инцидентов, значит, мы будем их транслировать сначала в ФСБ. Значит, а компьютеры инциденты будут связаны в том числе и с нарушениями ядерной, например, и радиационной безопасностью. Естественно, сразу ФСБ отреагирует и перетранслирует этот инцидент в адрес СТЭК, а те, не дожидаясь три года, к нам приедут с проверкой обязательно. И что вы будете делать с таким инцидентом, реагированием на нее, без нашего основного регулятора? То есть вопрос-то такой. Вы будете вносить изменения в нормативные правовые акты, чтобы привлекать, значит, к анализу и там реагирование Ростехнадзор? Вот я такой вопрос задавал в Совете Федерации, там в одной из групп я участвую. Вот они мне пока так что-то никак. А вот вы в 170-й закон об использовании атомной энергии или в 187-й будете вносить? Мы не одни такие там из 13. Вы к кому хотели бы, Олег? Олег, казалось бы, при чем здесь кадры? Конечно, ну кроме Сычева у нас там уже к ядерной вообще ничего нет. Повезло. Да, ему повезло. Вот такой вопрос. Я покоен, хоть мы атомную энергию не регулируем, это уже хорошо. Вот такой вопрос. Я не вижу здесь еще регулятора. Спасибо большое, я согласен. Скажем так, хоть ты ее не регулируешь. Елена, будьте добры. Значит, коллеги, чтобы вносить изменения в нормативные правовые акты верхнего уровня, надо иметь определенную практику правоприменения. К счастью, у нас такой практики по инцидентам нет. И надеюсь, что именно по инцидентам, произошедшим, повлекшим какие-то последствия, у нас в практиках появятся нескоро. Вот, поэтому давайте не загадывать. А в части привлечения специалистов иных органов, коллеги, в СтЭК России, если приедет, он будет смотреть вопросы, отнесенные к компетенции, а именно вопросы обеспечения безопасности. А ни в коем случае не вопросы, отнесенные к компетенции иных органов. Мне кажется, не до конца ответили. Мне кажется, не было ответа вопроса. А их отраслевого регулятора вы будете привлекать? В соответствии с законным постановлением не предусматривается. Нет, не будете. Конечно. Ответили. Вас этот ситуация устраивает? Совершенно. Спасибо. Вот теперь я спокоен за финансовую отрасль, потому что если такая штука происходит на объектах подназорных Банку России, то методы реагирования, а это в законе так написано, они соответственно согласуются с Банком России. Вот сейчас я не понял, ты собираешься атомную энергетику и брать под себя? Если банк будет расположен на территории объектов Росатома, ну, наверное, да. Ну, я надеюсь, что такого не будет. Еще, атом, пром, банк, хороший бизнес. Да. Олег, давайте, может, я немножко скорректирую. Мне кажется, немножко не туда мы смотрим. О чем вопрос? О том, что в случае наступления каких-то инцидентов через ФСБ будет привлечен кто-то, кто нужен для того, чтобы провести реагирование на этот инцидент. Ну, на самом деле, ведь нет такого процесса. И вот сейчас реагирование на инциденты – это одна из задач владельца информационной системы в рамках обеспечения безопасности информации. То есть случился инцидент, владелец сам определяет, как нужно провести реагирование на инцидент в зависимости от того, что случилось, кто затронут, какого тяжести могут быть последствия. Что меняется с госсопкой, с появлением госсопки, с появлением НКЦКИ? У вас появился еще один источник, где можно попросить помощи. То есть если нужна помощь, вы обращаетесь. Насколько я знаю, в Росатоме выстраивается иерархия. От объектов через корпоративный центр и дальше к нам взаимодействовать. То есть если вам не помогли на уровне вашей корпорации, можно поднять это до нашего уровня. Если мы сможем… Мы на самом деле в нашей обязанности находятся, в нашей компетенции есть возможность привлечения любых других участников информационного пространства в стране и в общем отчасти в мире. То есть если нужна будет помощь в реагировании на ваш инцидент любых других субъектов, они будут привлечены, конечно. Но это не какая-то там… Вот этот поток информации выстраивается не для того, чтобы к вам пришли с какой-то проверкой. Это выстраивается для того, чтобы с одной стороны вам оказать помощь, а с другой стороны, если вы справились с этим инцидентом сами, вы получили какой-то опыт, вы узнали, какая вредоносная активность привела к этому инциденту, как вы с ней поборолись, вот эта информация была бы полезна другим участникам, хотя бы внутри вашей корпорации. Потому что на других там заводах, атомных станциях может случиться с этими же системами СУТП аналогичная штука. Собственно, вот идея госсопки в этом. Прости, пожалуйста, могу спросить, вернусь к микрофону. Зачем вам информация тогда об этом инциденте, если вы только помогать-то будете? А реагировать-то как? Слушай, а я коллег поддержу, да, по опыту того, как это построено в кредит-финансовой сфере. Нам информация нужна не только для того, чтобы отреагировать по конкретному инциденту, а прежде всего оценить, насколько этот инцидент характерен или не характерен для всей кредитно-финансовой сферы, насколько он может иметь продолжение по другим субъектам кредитно-финансовой сферы. И если это имеет место, то, соответственно, вовремя всех участников информационного обмена предупредить. В качестве примера у нас достаточно тесное сотрудничество с коллегами из госсопки, да, и периодически, ну, мы им, естественно, все отправляем, мы это не скрываем, и наоборот, это предусмотрено нашим таким тесным взаимодействием. И мы от них получаем информацию. Когда мы от них получаем информацию о том, что на ресурсах какого-то из наших подназорных есть признаки вредоносной активности, признаки инцидента, неважно что. Дальше наша задача, соответственно, с этим субъектом связаться быстро, провести с ним работу. Он проводит работу на своих мощностях и дальше возвращает нам статус. Был инцидент, не был инцидент, что сделано, что не сделано. Это основание нам для того, чтобы по результатам вот этих вот действий быстренько предупредить всех субъектов. Вот это один из таких важных моментов, которые не дают, например, заразе, который там в спам-рассылках очень быстро распространяется, расходиться по финансовой отрасли и иметь хоть какие-то последствия. Вот мы таким образом, например, за последний квартал фактически порядка четырех, пяти кредитных организаций от проблем уберегли. За счет того, что, а, очень тесное взаимодействие с правоохраной и госсопкой, б, у нас все банки сейчас подключены к информированию и все получают эту информацию, и, в, мы оперативно реагируем на информацию, которая к нам приходит от разных источников. Точно так же и госсопка. Вы не так немножко меня поняли. Смотрите, у нас любое событие на объекте использовательной энергии, значит, обязательно будет уходить не только теперь в госсопку, оно же будет уходить и к нашему регулятору основному. Значит, я говорю, как же вы будете между собой взаимодействовать? Одни, а они приедут, потом вы или что? Как у вас, у вас хаос какой-то будет. Коллеги, взаимодействовать мы будем между... Регламент нужен, вот я о чем говорю. Регламент контроля, о котором вы спрашивали... Да не контроль, а взаимодействие. А взаимодействие у нас прописано в законе, каким образом по вопросам КИИ регуляторы основные взаимодействия. Слушайте, я уверен, что ваш регулятор найдет вариант взаимодействия. У нас, например, с госсопкой нет проблем. Вот абсолютно. Я бы даже сказал наоборот. У нас тесная очень дружба. И это закреплено не только соглашением, которое есть между Центральным банком и ФСБ, но есть и, соответственно, предусмотрено и проектом приказа, который коллеги сейчас готовят. Поэтому я думаю, что регулятор ваш... У вас все нормально. Они с вами работают. Но они с нашим регулятором-то не хотят. Вы же не видите, в явном виде. Да у нас не прописано. Да мы потом. Регламента нету. В законе отсутствует. Я их призываю к этому. Не очень хорошо обсуждать это сейчас без вашего регулятора. Но я думаю, что... Спасибо. Не уходите, пожалуйста. Это движение с двух сторон. То есть сложно, я бы сказал так, сложно обвинять коллег из ФСБ или ФСТЭК, что они чего-то не хотят. Они действуют в рамках закона. Они действуют в рамках закона и будут правильно это делать. Соответственно, очевидно, на стороне вашего регулятора есть ответственные люди, которые точно так же в рамках закона с коллегами взаимодействуют и будет все хорошо. Собственно, вот... Как вас зовут? Хотел дополнить, да, то есть если у вашего регулятора есть необходимость участвовать в этом процессе, да, то ему ничего не мешает выйти на ФСТЭК, либо на нас для организации этого взаимодействия. Центробанк это взаимодействие организовал еще на этапе подписания закона. Он себя внес на законодательный уровень. Мы и коллеги ФСТЭК, я думаю, вот открыты для взаимодействия с регуляторами в соответствующих отраслях. Ничего нам сейчас не мешает организовывать это взаимодействие. Потому что целый год прошел. Ну, понимаете, вот я вот знаю не понаслышке, да, не буду просто называть, что регуляторы в некоторых областях, они устраняются от участия в категорировании своих подшефных субъектов. Говоря, ну, в законе мы прописали это, да, мы понимаем вот со ФСТЭК вместе, что участие регуляторов, оно необходимо. Но я знаю, что есть конкретные факты. Когда регулятор говорит, ну, вы занимайтесь там самостоятельно, нас все устраивает. Сергей, мне кажется, слова о том, что если регулятору надо, он сможет. Какие-то такие правильные, красивые, но придуманные. Потому что регулятору отраслевому пока не будет приказа дано, он не захочет с ним заниматься. Так устроена эта система. Не уходите, как вас зовут, простите. Один вопрос к вам. Я слушаю. Как вас зовут? Александр. Александр, вот поясните для меня, пожалуйста, вот есть ФСТЭК, есть ФСБ, и вы хотите в этот треугольник романтический добавить отраслевого регулятора. Конечно. Какие ваши ожидания от участия этого регулятора? Потому что они сами не разберутся. Там настолько сложная СУТП, оно в ней до 25 подсистем, и чтобы они приехали без них, ну просто оказывать помощь, они нам не окажут помощь. Ну, этого мы не знаем, пока еще прецедента пока не было. А почему вы не хотите ограничиться только требованием к своему регулятору? Ну, если у него будет прописано в законе об использовании атомной энергии, например, что при возникновении компьютерных инцидентов взаимодействовать вместе с ФСБ и СТЭК, то все остается на месте. Я правильно вас понимаю, что в законе, если не прописано, то отраслевого регулятора не будет реагировать в инциденте? Не будет. Отличный регулятор. Ну, так... В 21 веке то, что нужно. Не, ну, расписали 13 областей, да, и среди них, значит, написали очень такие чувствительные, важные, да, в том числе с использованием атомной энергии, да, с последствием там нарушения ядерной безопасности, может быть, там совсем. И все. А, как бы, не чувствовали, что есть у них свои же регуляторы. Ну, как вот закон писали и взяли, и все это опустили. Ну, спасибо, хорошо. Я думаю, что масса нового, для меня, по крайней мере, да, не перестаю удивляться. Если позволите, пройдем, конечно, по списку. И опять, Алексей, видимо, к вам. Вопрос, который не раз поднимался и на региональных мероприятиях, и в кулуарных форматах. Как коммерческому или отраслевому соку стать участником этого взаимодействия? Какая может быть мотивация для взаимодействия со стороны регулятора для работы с этими соками, в частности, коммерческими? Каким требованиям должны удовлетворять соки, и как выглядит процедура сертификации в этом случае? Ну, сегодня, полтора часа назад, у нас было три доклада на эту тему. Какую, с какой целью мы строим информационное взаимодействие в рамках Госсопка, как это регулируется нормативной базой, какие требования есть к, в том числе и центрам Госсопка, и как это на техническом уровне организовывается? Собственно, если кратко, то мотивацией является получение новых знаний из общей копилки. То есть мы создаем пространство информационного взаимодействия, в котором каждый участник делится информацией о том, с каким видом вредоносной активности он столкнулся, как он с ней справился, если справился, какой путь привел к успеху, если привел. Если не привел, он получает практическую помощь, если хочет. И, соответственно, из этой общей копилки можно оперативно получать информацию о новых угрозах, о новых способах, методах проведения атак. Собственно, и этим самым оказывать, если мы говорим про коммерческий сок, повышать эффективность своего бизнеса. Если мы говорим про отраслевой или сок какого-нибудь предприятия, органа, то, собственно, напрямую влиять на защищенность процессов внутри своей организации. Что касается требований, процессов категоризации и организации взаимодействия с коммерческими структурами, у нас сейчас в Минюсте лежат еще наши три приказа, один из которых касается как раз требований к силам и средствам госсобки. Там это дело рассказано. Андрей Николаевич сегодня, Раевский, рассказывал про три класса центров госсобки. В зависимости от их функционала, можно будет к ним подключать разного рода объекты. Идеология такая. Я правильно понял, что пока прецедентов не было? Пока не было. А существует ли какая-нибудь доказательная база, слот какой красивый, ценности той информации, которой вы готовы делиться? Стоит ли она тех усилий, которые нужно затратить для подключения? Нет, прецедентов не было в плане центров коммерческих нет. Да. А если мы говорим про цифры за последний год, например, то сегодня и Игорь Федорович говорил, у меня в слайде было более 300 инцидентов было выявлено просто на основе анализа сведений об инцидентах, которые случились на других объектах. Типичный случай, если взять, на большие кучки их разложить. Это по источникам. Довольно часто получается так, что в атаках на объекты, подключенные госсобкой, участвуют другие объекты, подключенные госсобкой. Это может быть DDoS, это могут быть брутфорсы даже. Второй тип – это рассылка вредоносного программного обеспечения. Тоже довольно много таких инцидентов получается, когда злоумышленники используют для рассылки вредоносного программного обеспечения либо документы, похищенные где-то в конкретной существующей организации, либо компьютеры скомпрометированы внутри этой системы, либо какие-то уязвимости сервисов, почтовых, еще каких-то. И это тоже инцидент. То есть это признаки инцидента внутри скомпрометированной организации. И в этом случае мы проводим полный анализ не только самого ВПО, но и откуда он прилетел. И тоже довольно много таких вариантов, когда мы получаем информацию об инциденте где-то вот на другом объекте, подключенном к системе. Артем, добавь что-то. Конечно, я же вот буквально пять минут назад про эту эффективность и говорил. У нас несколько вполне конкретных хороших кейсов, когда мы получаем информацию от Госсопки, связываемся с нашими поднадзорными. Да, действительно, есть проблема, они у себя ее быстро устраняют. Это понятно, Артем. Это вот как раз тот практический момент, который можно в явном виде показывать как результат государственной политики. Это вот он и есть. Вопрос был другой. Сопоставимы ли затраты на интеграцию с Энусской той информацией, которую получили? У тебя другой случай. Ты уже подключился по умолчанию. Нет, извините. Это тоже подключение, тоже стоит и денег, и нервов, и людей, и всего остального. Сколько? Особенно нервов, наверное. Да, это вообще неоценимое. Согласен. Сколько мы с вами, понимаешь, соглашений, согласовывали, это что-то. Но не про это. На самом деле, давайте посмотрим с точки зрения государственного взгляда. Проблема, которая могла возникнуть вот в этих вот банках спасенных, это проблема не только самих банков, но прежде всего их клиентов. И если оценивать с этой стороны, то вот такое взаимодействие, оно носит характер нормальной государственной политики. Это первое. Второе. Игра стоит свеч. Спасенные, собственно, не только деньги вкладчиков или деньги самого банка, но и обеспечение финансовой стабильности. Поэтому для финансовой отрасли это безусловно крайне положительный пример. Ну, это понятно, разобрались. Так. Вот в качестве примера, то, что мы наблюдали, ну, пока особо вслух не говорили, но определенные круги об этом уже знают, да, что бы было, если бы не было госсопки, на самом деле, одна из существенных атак, проведенных из-за рубежа, на атак на инфраструктуру. Это атака на корневые ДНС-сервера. Это то, что было, и то, что мало кто видел на самом деле. Это когда российские корневые ДНС-сервера на самом деле чуть не легли от нагрузки. Вот сеть работала целенаправленно. Ну, вот стоит это усилий. И координация тех органов, которые мы задействовали, да, провайдеров, собственно, тех организаций, которые принимали усилия для того, чтобы не допустить обрушения корневых ДНС-серверов российских. Все это национальный сегмент сети интернета. Сергей, вот что было бы, каким бы был бы кошмарный, мрачный мир, если бы не было бы госсопки, мы уже поняли. А вот каким может быть этот мир, если госсопка будет только одна? Я хотел бы спросить, про что? Вот про мотивацию к... Есть такое слово, без которого не обходится ни одна международная конференция. Частное государственное партнерство в этом вопросе. Вот мотивацию с вашей стороны к этому партнерству, она в чем проявляется? Ну, мы люди-то тоже адекватные понимаем, что наших сил и средств охватить всю инфраструктуру только нашими силами, вот разового, да, этого не хватит. Да и не разового, в ближайшей перспективе. Поэтому усилия, которые должны быть направлены, они должны быть направлены всеми участниками этого процесса. Только тогда мы сможем поднять, собственно, и защитить всю инфраструктуру. Взять Центробанк, я думаю, у него тоже не хватит сил отдельно защитить всю инфраструктуру финансовой отрасли, он тоже привлекает. Ну, зачем вот так? Да, идем. Не знаю, но мне так кажется, да, количество банков в России тоже немерено, достаточно много. И если каждый субъект не будет этим процессом заниматься в той или иной мере, до тех пор, пока он не осознает, что это его, что он должен заниматься защитой, ну, не взлетит система. Следует ли из этого, что партнерство с частными и отраслевыми соками для вас по приоритетам находится не на последнем месте? Ну, естественно. Приятно слышать. Не просто так мы развиваем вот это направление центров, госсобка. Ну, мы этого не знаем. Спасибо. Игорь Федорович, что я об этом говорил. Ну, тогда следует вопрос о том же, примерно о том же. Необходимо ли получать лицензию на обработку государственной тайны для получения методических документов от ФСБ России? Да нет, конечно, не требуется, поскольку данные методические документы, они носят ограничительную пометку для служебного пользования. Собственно, мы их рассылаем обратившимся, но нужно официальное обращение для этого. Естественно, если центр госсобка, ну, тот, кто хочет стать центром госсобкой, будет предоставлять услуги для организации, вот, занимающейся защитой госстайны, да, у кого есть госстайна, ну, тут вообще вопросов нет. Обязан, конечно, будет получать ему эту лицензию. То есть, если он захочет выйти на защиту. То есть, это не затратная процедура? Да нет, конечно. С точки зрения лицензии, мы не предъявляем требования по получению лицензии на госстайну для получения наших методических рекомендаций. Ну, по крайней мере, сейчас у нас нет метод рекомендаций, которые бы составляли госстайну. Спасибо. Чтобы не скучала Елена. Такой заковыристый вопрос. Кто уже реализовал федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, а кто приступил только к созерцательной стадии его реализации? В чем причины и какие последствия для тех и для других? Философский вопрос, я бы сказала. Мне кажется, подкаст с двойным дном. Кто реализовал? Наверное, по субъектам говорить нецелесообразно, а вот сферы реализуют, уже сегодня было озвучено. В передвиках тех, кто приступил к реализации, где мы видим реальные результаты, это такие сферы, как энергетика, здравоохранение, оборонно-промышленный комплекс, это вот три наших передовика, пока что в категорировании и в внедрении своих требований. Не приступили, к сожалению, в таких сферах, как связь, практически мы не видим результата, не приступили, очень мало, пока что задумывается транспорт, но задумывается. Почему так происходит? С одной стороны, это наш русский авось, на мой взгляд. А может быть, мы подождем, мы не скажем и промолчим, и о нас забудут. Но, коллеги, не зря же был создан этот закон, не зря были выделены критичные сферы, потому что все это нам диктует жизнь. Это те проблемы, которые мы, как законодатели, увидели, те тенденции, которые мы увидели, и поэтому понимаем, что нужно задать определенное направление к движению. Что будет? Мы надеемся, что инцидентов не будет, хотя были примеры, к сожалению, и в России, были несколько лет назад, и в том числе, и в атомной отрасли, когда происходили успешные атаки, происходили не слишком существенные, без человеческих жертв, но тем не менее, инциденты были в других отраслях, к сожалению. И поэтому задуматься над тем, что защищать информацию стоит. Если субъект не откатегорируется, на сегодняшний день ничего не будет. Но учитывая, что вот такая позиция есть у многих, что я подожду, мне же ничего за это не будет. Изменения в законодательство по некатегорированию будут. Изменения будет, изменения внесены в КОАП, такие предложения мы уже выдвинули, готовится проект о невыполнении тренинг, в том числе, о некатегорировании объектов, за это будут штрафы. Кстати, за такие требования ратовал, в том числе и бизнес ратовал, коллеги, это не только наше предложение. Нас поддерживает и многие объединения субъектов, теперь уже субъектов, о том, что необходимо внести ответственность за невыполнение именно штрафа. Скажите, пожалуйста, бизнес ратует тот, который собирается что-то продавать? Бизнес, который выполняет функции в отраслях, то есть это именно объединение субъектов КИИ, потому что они понимают, что достаточно существенным ресурсом обладают, атака на которые может повлечь не только их финансовый ущерб, но и ущерб для Российской Федерации в различном... Они-то понимают и ждут закона? Они понимают. Могу сказать, что крупнейшие субъекты, они уже приступили к реализации, как я уже сказала, то есть наиболее чувствительные отрасли они уже начали реализовывать и могу сказать, что поддерживали нас, когда мы разрабатывали наши нормативные акты с требованиями 235-й приказ, 239-й приказ, поддерживали все эти приказы, были обсуждены непосредственно с субъектами КИИ, и они поддержали нас в том, что необходимы требования, относительно жесткие требования в данной области. Поэтому те, кто занял созерцательную позицию, видимо, они ждут какого-то направления, какого-то импульса со стороны законодательства. Оно будет. Будут внесены сроки по категорированию, по проведению, по составлению перечней, соответственно, будет внесена ответственность за невыполнение данных требований. Есть еще одна категория бизнесов, компаний, которые не знают, что их это касается. Увы, мы столкнулись в том числе, это, да, действительно проблема. Они не знают, что это касается, не знаю, не освобождает ответственность. Вы согласны со мной? Нет. К сожалению, наши законы, и к счастью, наверное, к счастью. В этой галактике так много несправедливости. Они не знают, но должны задуматься, потому что закон всем известен, закон нужно выполнять. Другой вопрос, что мы столкнулись с тем, что многие субъекты не знают о том, что им принадлежит. Они не знают, какие у них есть ресурсы, и это проблема в том, что не произведена инвентаризация, а защитить то, о чем вы не знаете, весьма проблематично. Нет, это проблема в другом. в компетенции кадров на местах, которые даже этого сделать не в состоянии. Инвентаризация ресурсов это не компетенция подразделений по защите информации, к сожалению. Других кадров тоже нету? С этими кадрами тоже проблема, я согласна. Но, тем не менее, мы, как регулятор, пытаемся решить эту проблему. Каким образом? Во-первых, есть согласованные программы образования, как базового, так и повышения квалификации, для того, чтобы те студенты, которые приходят в ВУЗы для получения образования, для тех, кто приходит на курсы для повышения квалификации при подготовке, они получали наиболее полную картину знаний, хотя бы теоретических, о той нормативной базе, которая у нас есть в Российской Федерации в области защиты информации, чтобы они хотя бы знали, где посмотреть. естественно, мы ратуем за то, чтобы студент мог разбираться, чтобы он мог реализовывать практически, для того, чтобы помимо теории в наших ВУЗах, в наших учебных заведениях преподавали практику и показывали коллеге, а как реализовать на месте, чтобы они могли потрогать руками. К сожалению, возникают проблемы с этим, но тем не менее, будем решать их совместно. Опять я выступаю на стороне, видимо, зла и темных сил. Думайте, какая штука. Я не верю в то, что можно преподавать практику. Можно научить студенту учиться. Ну, наверное, да. Да. Но вот мне кажется, это курсы больше нуждаются руководители бизнеса. Это отдельная категория для тех, кто должен управлять этим. Да, это тоже одна из проблем, наверное, которая лежит в основе вот того, чего мы обсуждаем. Вот авторитет студента, который пришел на предприятие, который первому в генеральном лесу скажет, надо этим заниматься, ну, вот тут такой сики. Нет, вот вы совсем вот такой крохотный. Вот бизнес, где тут у вас? К сожалению, руководители многие не задумываются о том, что это одна, что безопасность информации, безопасность их производства, это один из основных элементов, которые есть в организации. К сожалению, очень маленькие бюджеты тратятся как на обеспечение безопасности, так и на подготовку кадров, которые уже есть, на подготовку-переподготовку. Изменяется законодательство. 187-й закон показал, что вот они, изменения, произошедшие за год, кто-то о них не знает. Но, к сожалению, мы в своих силах, то, что в наших силах, пытаемся донести до субъектов эту информацию. Теперь нужно, чтобы субъекты задумались о том, что есть закон. И если есть вопросы, чтобы задавали их, а мы уже будем отвечать. Слушай, Олег, знаешь… Есть вопросы? Задавали? Артем, еще прокомментируй, пока не уши. На самом деле, проблема, она не столько в том, что кадров нету, или они не готовы. Это проблема… Это понятно, мы же замылили проблема. Проблема в том, что, к сожалению, модный такой термин, вовлеченность, да, вот, к сожалению, нет вовлеченности, безопасности в процессы, собственно, основные, и наоборот, вот те, кто командует основными процессами, вовлеченности в безопасности отсутствует. И вот эту проблему, ее все равно придется решать. Иначе мы можем хоть 10 законов выпустить, хоть внести изменения и наказывать уголовными сроками за что угодно, но это все равно не сработает. Вовлеченность, она должна быть, и ее надо добиваться. А добиваться ее можно разными путями. Но прежде всего, объясняя на всех уровнях, в том числе, с нашего как регулятора, что, ребят, если у вас нету внимания к безопасности, к операционной устойчивости, к информационной безопасности, к надежности, к всему остальному, то это не проблема безопасности, это проблема бизнеса и проблема основной деятельности. Вот на нашем примере могу сказать, на примере финансовой отрасли, что там, где такое понимание есть, там, в общем, с безопасностью все в порядке, где есть этого увлеченности. Вот кратчайший путь от этого реплики к авторитету и б, привлеклица бизнеса. Да, Сергей. Да, добавить, пока не будет заинтересованности, да, что Михаил сказал. В первую очередь, заинтересованность руководителя. К сожалению, у нас до сих пор… Сергей, не надейтесь, не будет. У него другие задачи, деньги зарабатывать. Бытует мнение, да. У меня же все хорошо. Да. Зачем что-то менять? Вот, к сожалению, люди должны понимать, так у вас хорошо не потому, что у вас действительно все хорошо, а просто вас еще никто не трогал. Вот и все. То есть до вас просто не докатилось. Кто-то интереснее, чем вы. Посмотрите по сторонам, выйдите за пределы своего забора и посмотрите, что творится вокруг. Ощутите чужой опыт. Есть один тонкий момент, к которому мы потом вернемся. Я прокомментирую вашу точку зрения. Джентльмены, будьте добры, ваши вопросы. Представьте только. Здравствуйте. Администрация губернатора Астраханской области, начальник отдела по защите информации. Набутовский Алексей Васильевич. Вопрос, наверное, долго ожидал, наверное, и к ФСБ, и к Австеку. В следующем. Елена Борисовна, ваши коллеги в мае у нас проводили коррекционно-методический сбор по вопросам именно реализации 187-го федерального закона. И вопрос был в следующем. Если информационные системы органов госвласти, не попадающие в эти 13 областей, в которых могут функционировать КИИ, стоит ли этим органам создавать комиссию по категорированию? То есть в вашем выступлении было озвучено, если, опять же, подтвердить хотелось бы это, если, опять же, не попадает у нас администрация губернатора, мы обеспечим деятельность правительства и губернатора Астраханской области. Спасибо. Понятный вопрос. Это еще не все. Это первый вопрос. Но он такой, плавно перетекающий. Паузу пока, да. Да, хорошо. Если вы не функционируете, не обеспечиваете выполнение функции в перечисленных областях, то вы не являетесь субъектом и вам не нужно создавать комиссию по категорированию. И уведомлять об этом в стек, о том, что вы не субъект, тоже не нужно. Понял. И еще в вашем выступлении, спасибо большое, вы сказали, что нужно закрепить это каким-то локальным актом. Каким локальным актом нужно закрепить? Я говорила о том, что уведомлять в стек не нужно, но если у вас есть желание где-то это закрепить, то вы можете провести анализ, к примеру, как это делать юридические службы, сделать докладную записку или какой-то проект доклада руководству, которое с этим согласится. Понял. Это не обязанность наша? Абсолютно нет. Понял. Право, да? Хорошо. И разрешите еще один вопрос, опять же к стеку тоже надресованный. Елена Борисовна, такой вопрос. Если у нас есть сеть правительства, и в нее, допустим, включаются какие-то объекты критической информационной инфраструктуры, под аттестацию попадает вся сеть правительства или только сегмент, в который функционирует этот объект? Если вы выделяете его периметр, как отдельный элемент, как отдельную систему, можете аттестовать его, но тогда это будет отдельная система, а не элемент вашей внутренней сети. То есть вы должны определиться, это единая сеть, тогда требования распространяются на всю сеть. Если это взаимодействующие системы отдельные, то тогда вы отдельно каждую систему рассматриваете. Хорошо. И коллегам к ФСБ вопрос тоже, извините, что так много, но тем не менее. Ты имеешься на это право. Это твое шоу. Спасибо. Значит, будет проводиться большое совещание с аппаратом полноучного представителя в Южно-федеральном округе посредством видеоконференц-связи у нас 30-го числа. И нас там выставили с докладчиками, с управления ФСБ по Ростовской области в плане чего? Значит, о создании центров госсопки в регионах Южного федерального округа. По крайней мере, пока у нас на сегодняшний момент никто не признался о том, что у них есть критическая информационная инфраструктура. Соответственно, мы с Андреем Николаевичем разговаривали по этому поводу. Скажите, кто принимает решение о создании центра госсопки именно там, например, в регионе или на уровне органов госвласти, субъектов? Есть какой-то ответ по этому поводу? Я правильно тебя понял, что у вас никто не признался, и ты просил совета от ФСБ. Да. Не признался в чем? В том, что он субъект Киев? Да. Это, наверное, вопрос к Австеку, когда он придет... Нет, 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 вопрос к ФСБ, да-да-да, не надо пинг-понга на сцене. Выяснят. Но по вопросу центра госсопки, это целиком и полностью инициатива того субъекта, который хочет его создавать либо для личных целей, либо для цели предоставления каких-то услуг в рамках, например, муниципальных органов, где у них есть, собственно, какие-то объекты Киев, я не знаю, объекты транспорта, например, попадают. То есть не в чистом виде администрация, но сфера транспорта, наверное, тоже есть где-то там у вас. Сфера здравоохранения, наверное, где-то встречается все-таки. Все верно. То есть я прошу прощения за то, что перебиваю. Значит, получается, могу ли я, так скажем, тем госорганам, которые в последующем, так скажем, признают у себя критическую информационную инфраструктуру, советовать соединяться, грубо говоря, присоединяться к госсопке, тот же сам, например, к Ростовской, она у нас в Южном федеральном округе, или напрямую к Национальному курационному центру? Ну, смотрите, в законе прописана обязанность субъектов КИИ взаимодействовать с госсопкой. То есть вы им можете не рекомендовать, а вы им можете сказать, что... Что, Планя, я напрямую имею в виду? Ну, вот вопрос сейчас взаимодействия идет, должно расшляться напрямую с НКЦКИ. То есть вопрос взаимодействия с нашими региональными органами, да, он сейчас с нами прорабатывается, у нас поставлены научные работы, которые выстроят вот эту архитектуру, для того, чтобы обеспечить вот кратчайшую точку, ближайшую точку взаимодействия, для того, чтобы не в Москву откуда-то звонить, о чем-то сообщать и просить помощи, а мы дотягиваем эту помощь до регионов, укорачиваем расстояние. Понял, но тем не менее сейчас существует еще, значит, о системе госсопки от 13-го года, по-моему, нормативный документ, не помню чей, и там как раз есть различные уровни, в том числе, включая главный центр, региональные центры органов государственной власти, субъектов, вот и, так скажем, вся градация, вся вертикаль. Ну, это была концепция, которая была выпущена вот в том году, когда еще до выхода, собственно, закона и выхода приказа об НКЦКИ. Мы пытаемся сейчас выстраивать, собственно, примерно такую же архитектуру, но в законе, к сожалению, нам в закон не удалось вложить вот эту детализацию, потому что закон более высокого уровня. Поэтому вопрос выстраивания этой архитектуры, это сейчас как раз выпуска документов подзаконных неких, которые эту архитектуру все-таки закрепят, но уже в рамках законодательства. Понял, коллеги, все, спасибо, у меня вопросов нет. Точно вопросов нет, потому что очень важно, чтобы домой уехать не с пустыми руками. Елена, где что добавить? Как-то рука тянулась к микрофону. Спасибо большое. Нет, ну, ничего понравилось, конечно, что у человека люди не признаются, а ФСБ вопрос о футболе и к ФСТЭКу. Куда Катя Семир? Джентльмены, пожалуйста. Комаров Валерий. Вопрос к ФСТЭКу и к ФСБ. В структурах и ФСБ, и ФСТЭК есть подразделения, которые функционируют в сферах из 187 ФЗ. Это сфера науки. Воронежский институт и, соответственно, ФСБ научный. Я не спрашиваю, выполнили они закон или не выполнили. Мне в этом нет сомнений. У меня вопрос такой. Учебы эти сомнения нет, прости. У меня нет сомнений в том, что подразделения регуляторов выполнили федеральный закон. У меня вопрос такой. Учитываете ли вы, получаете ли от этих структур, входящих в ваше ведомство, тот негативный опыт для совершенствования законодательной базы? А нельзя ли повести пример? О каком опыте идет речь? Выполнение требований федерального закона и подзаконных актов. Это общие слова. Я думаю, что это конкретное. Есть какие-то кейсы сейчас из кармана достанешь. Я не могу достать кейсы из... Я тебя понимаю. Я тебя понимаю, да. И даже не буду их здесь обсуждать. Коллеги, проблемные вопросы мы получаем не только от своих подведомственных структур, но и от иных субъектов. И учитывая, что субъектов гораздо больше, а сейчас только мы знаем о нескольких сотнях их, которые будут обладать значимыми объектами, соответственно, мнение большинства превалирует в данном случае. Поэтому мы ориентируемся на картину, которая нам показывает по стране, а не только наше подразделение. Так вы их учитываете или не учитываете? Обязательно. Мы учитываем мнение всех игроков данного рынка. В том числе своих подчиненных. Ну, по ведомственной линии. Конечно. А ФСБ как ответит? Можно я угадаю? Конечно, тоже учитываем. Более того, ну, с мнения наших подчиненных и начиналось все. Мы госсопку начали создание сопки ФСБ. Это год так, начиная с 2006-го, примерно в течение там нескольких лет мы создавали ее для себя. Объединили в нее все наши подразделения, организовали процессы. Это тоже был непростой путь. И дальше начали развивать ее в масштабах национального информационного пространства. И опять столкнулись с еще одним потоком замечаний, предложений, критики. Собственно, и движется она так довольно динамично. Из-за этого. Понятно. И второй вопрос к Алексею, ну и, соответственно, к сотрудникам ФСБ. Это по прозвучавшей фразе о том, что НКЦКИ против передачи информации о компьютерных инцидентах с объектов КИИ в международные организации. Прямое, без согласования с вами. Да. Приказ видел. Вопрос такой. Я читаю формулировку в приказе о том, что там запрещена передача без согласования с вами только в международные организации, занимающиеся реагированием на инциденты. Вы рассматриваете как полный запрет передачи за границу или только в зарубежные соки и прочие подразделения? Я по-другому спросил бы, как понять, что они этим не занимаются? Это вопрос договоров, контрактов, на основании чего передается. Здесь как бы понятно. Просто это вообще запрет на передачу за рубеж с объектов КИИ или это запрет на передачу только специализированным организациям за рубежом? Нет, это вообще запрет. Я знаю, о чем вы говорите. Там трактовка запятой перед… Трактовка русского языка здесь не только в запятой. То есть ваша позиция понятна? То, что после запятой относится ко всем… Ну, в смысле… Нет. В общем, запрет… Я понял, ваш… Да, против. Вот теперь мне объясни, что значит после запятой происходит. Про запятой мы уже слышали в формулировках, кто такой субъект в 187 ФЗ на одной из конференций, что там была пропущена и не в том месте поставлена. Третий вопрос касается ИСТЭК и ФСБ. Это вопрос по средствам госсобки, обнаружения атак, признаков атак у субъектов, устанавливаемых, в том числе в сетях электросвязи. Точка зрения ИСТЭК и ФСБ является ли это средствами защиты информации? И, соответственно, требования к лицензиям тем, кто устанавливает и монтирует, и сертификация, если это требуется законодательством. Можно я ИСТЭК и скажу, что все, что касается госсобки, ФСБ… Да, конечно. Красиво, да? Безусловно. А почему вы не говорите, что… А почему нет, да? Вопрос-то был тоже ИСТЭКу, пускай ИСТЭК ответит теперь. Так интересно сидеть между ними двумя, они так раз… Я вот тоже наслаждаюсь им пим-погом таким. Там еще третий, нужно регулятор отраслевой какой-то был. По сетям электросвязи, кстати, не хватает регулятора, на самом деле. Господи, боже мой. Да ладно. Вопрос не забывайте только… Это же целое министерство. Да, целое министерство. Вопрос не забудьте, ребята же. Ну, вопрос по установке на сети электросвязи, да, был? Вопрос, если это ваше средство, которое устанавливается у субъекта, относится к средствам защиты информации, то, соответственно, организация, с которой заключают договор на их установку, обслуживание, ремонт, она должна иметь лицензию ИСТЭК на ТЗКИ в рамках своих работ. Так вопрос к ФСБ или к АПСТЭК. А если это не считается? Нет, кто как раз оценивает? Я думаю, и тем и другим было бы интересно послушать комментарии. Коллеги, виды деятельности, которые лицензируются, у нас определены нормативно-правовыми актами. Они влияют на то, что устанавливаются. Дополнительных комментариев я здесь не вижу никаких. Собственно, такая же позиция. Все закон определяет, да? В каком законе прописано, относятся ли средства обнаружения признаков компьютерных атак к средствам защиты информации или не относятся? Что это вообще за сущность такая, которую вы внедряете у субъектов? Средства обнаружения признаков компьютерных атак? Ну, в электросвязи у вас там идет средство обнаружения признаков компьютерных атак. Если мы говорим конкретно о сетях электросвязи, то отдельная вообще действительно отрасль, которая действительно регулируется в Минкомсвязи, которая не присутствует здесь. И если говорить о конкретно вот этих средствах, то эти средства только находятся сейчас в стадии разработки. Потому что сеть электросвязи, на самом деле, это несколько категорий. И вопрос установки средств обнаружения признаков компьютерных атак на разные вот эти типы сетей – это отдельный целый пласт вопросов. И вопрос сейчас этот реально находится в активной проработке. Если мы говорим о средствах Госсопки, то такие требования сейчас к средствам Госсопки, они находятся, определены проектом приказа, который проходил, собственно, обсуждение, и находятся сейчас на регистрации в Минюсте. Мы ожидаем, что все-таки до конца года этот приказ Минюст зарегистрирует, и он у вас появится. Сертификация этих средств вот на данный пока момент законодательством, она не предусмотрена. Этот приказ устанавливает требования больше к функционалу. Вот, собственно, и все. По лицу вижу, что остался вопрос не снятый. Я дам вам, как это не досказано. Я дам вам, как это сказать вопрос. Да. Давай еще и паузу возьмем. Далеко не уходил, потом повторим вопрос. Следующий, пожалуйста. Здравствуйте, Олдов Александр. У меня вопрос. Если объект МКИ является информационная система персональных данных, достаточно ли в сведениях о результатах категории указывать те угрозы, которые были определены на основании базовой модели угроз по персональным данным и методике определения актуальных угроз? Нельзя ли повезти примером, о какой системе идет речь? Ну, допустим, в сфере здравоохранения. Это то, о чем мы говорили, те, которые не знают, что они касаются, и вопросы этого. Среди них много таких. Кстати, сфера здравоохранения знает, что это касается. Масса примеров, когда делают вид, что не знают. Они делают вид просто. Это защита информации. Возвращаясь к вопросу. Если вы отмоделировали угрозы, то, конечно, вы можете указать те актуальные угрозы, которые вы получили. Понятно. Ну, то есть по той методике достаточно. Хорошо. Вот вопрос второй. Такой интересный случай. У субъекта… Заинтриговал, да? Субъект, согласно устава и тех признаков, по которым изначально определяется, кто является субъектом КИИ, был определен вид деятельности, например, в сфере транспорта. То есть у них в видах деятельности это указано. Но в результате составления перечня определились, что нет у них информационных систем в данной сфере, которые бы подпадали под категории значимости. Но при этом оказалось, что у субъекта есть другие системы, которые под категории значимости подпадают. Вот в этом случае нужно ли составлять перечни, направлять их или нет? Нет транспортные. Нет транспортные. Но в сферах закона. Но как бы не в сферах закона, но которые могут повлечь ущерб, который 127-го приключения. Мы говорим только о сферах, 13 сферах, которые прописаны в законе. Ну то есть есть ли у субъектов… И обеспечения критических процессов в этих сферах. Понятно. Все? Понятно. Спасибо. Спасибо тебе. А еще один вопрос можно? Ну да, конечно. Вот когда говорили про иные правовые основания для отнесения, вот там зашла речь о том, что даже если фактически пользуется той или иной системой, это уже можно отнести к субъектам КИИ. Я правильно понял? Или это не совсем так? Вы пользуетесь на основании соглашения. Правило, это договор пользования, где прописаны ваши обязанности. Обязанности того, кто предоставляет вам инфраструктуру, на которой вы разворачиваете свою систему или ту систему. Вы вносите данные и выполняете свои функции. Поэтому да, в общем случае это попадает под данную норму. Хорошо. А если, допустим, это информационная система в сфере здравоохранения, ЕГИС-АЗ, которая сейчас создается и с 1 ноября 2019 года будет действовать. Вот медицинская клиника, которая вносит туда, соответственно, обязана предоставлять сведения, но при этом у них, например, нету своих информационных систем. Кто владелец этой системы? Неоднократный вопрос я слышу от субъектов. Владелец, получается, не здравоохранения. Владелец не клиника. И когда мы говорим об этой системе, мы говорим о том региональном органе, который владеет этой системой, а не о клинике. Потому что, конечно. Но они просто являются пользователями. И они не пользуются, они вносят только туда данные, но не используют эту систему для выполнения своих функций. Почему? Это отдельный разговор со спецификой этой системы. Нет, так они используют данные, которые есть в единой электронной медицинской карте для лечения больных, используют, но они… Я прошу прощения, вы пользуетесь… Это специфика системы. Вы пользуетесь каким-то мобильным приложением вашего банка? Я пользуюсь. Ну вот мне как раз именно в этом контексте и вопрос. Вы пользуетесь, да? Разрыв. Вы же не будете ее категорировать… Вот вы лично не будете ее категорировать… Хорошая мысль, кстати. Как вот не будете, правильно? Так в вашем случае то же самое. А потом еще и об инцидентах будут направлять информацию. Каждый индивидуальный. Нет, ну вот это как раз я и хотел услышать, потому что ну вот как-то во время доклада прозвучало немножко для меня непонятно. Спасибо. Спасибо. Нет, ну как-то… Пожалуйста. Добрый день, коллега Павел Уцкрок. У меня два вопроса, один к стек и один к коллегам из ФСБ. Елена Борисовна, в вашем выступлении в презентации был слайд, на котором было написано, что если объект такие значимые является еще и информационной системой персональных данных, то нужно учитывать, кроме 239 приказа и требования постановления правительства 11.19, но почему-то не указан был 21 приказ. Это… Как я сказала, может быть, вы просто пропустили, что мы считаем достаточное выполнение мер, прописанных в 239 приказе. То есть, если ваша ИСПДН является значимым объектом Киев, вам нужно будет ее категорировать как объект, категорировать, определить уровень защищенности как информационной системой персональных данных, в соответствии с этим уровнем защищенности применить требования, которые прописаны в постановлении 11.19, и после этого применить меры, которые прописаны в 239 приказе в СТЭК России. Точка. Спасибо. Второй вопрос к коллегам из НКЦКИ. Если мы создаем, ну не мы, а потенциально, компания создает центр ГОСОПКО, который будет предоставлять услуги отправки информации об инцидентах для других организаций, то согласно методическим документам требуются две лицензии. Лицензия в СТЭК на ТЗКИ на мониторинг, и вторая лицензия, там одна из двух, либо она связана с шифрованием, либо связана с разработкой средозащитной информации, связанной с ГОСОПКО. Собственно вопрос, если центр ГОСОПКО создается на базе головной организации холдинговой компании, нужно ли ей получать эти лицензии для оказания соответствующих услуг по передаче информации в ГОСОПКО для своих дочерних организаций, или не требуется? Ну, там надо смотреть, будет организационно-правовое устройство. Ну, если это отдельные юридические лица, но в рамках одной холдинговой организации. Ну, это отдельное юрлицо, которое уже не обладает этой лицензией, либо вы эту лицензию распространяете, то есть в условиях действия лицензии, если предусмотрена возможность распространить, если это филиал, например, да, то филиалу лицензия не выдается, она прописывается в условиях действия базовой лицензии. Если это совершенно новое юридическое лицо, которое, ну, просто входит в холдинг, да, у него управление осуществляется через холдинговую какую-то управляющую организацию, но это самостоятельное юрлицо, и вопросы необходимости получения лицензии, они лежат исключительно в правовом поле, которое существует. Понятно. Ну, для себя я понял, что нужно. Спасибо. Ну, это, если я говорю, это не филиал. Добрый день. Сычев Сергей, представляю Министерство экономического развития Калужской области. У меня вопросы попроще и больше к практике. Вот, значит, как рекомендации дает нам СТЭК, мы рассмотрели свое положение в Министерстве, нашли там определенные полномочия в двух сферах, там связь у нас получилась и транспорт, рассмотрели, соответственно, критические процессы. Процессы, критических процессов связи у нас не обнаружили, и один у нас критический процесс есть в сфере транспорта. Это выдача разрешительной документации на осуществление пассажирских перевозок. Соответственно, рассмотрели, какие информационные системы используются в этом процессе. Это у нас электронный документный оборот и региональная система межмедомственного и электронного взаимодействия. Обе эти системы работают на основе локальной вычислительной сети, ну, с использованием. Правильно ли будет включить эту локальную вычислительную сеть в объекты ИКИ? Если с помощью нее вы реализуете данный процесс, то потенциально это будет объектом. Ну, смотрите, процесс мы все-таки реализуем с помощью информационных систем. То есть локальная сеть – это сеть, которая помогает взаимодействовать им, правильно? Обеспечивает. Ну, информационная система… Ну, вообще, да, транспортная система… Транспортная система, если от нее не зависит обеспечение функционирования этих объектов, то вы не должны ее туда включать. Зависит. Соответственно, включает. Если вы жестко завязаны на нее, то да, это часть этих систем. Но прицельно нужно смотреть непосредственно на построение и функционал, который у вас заложен. Поэтому, как я уже говорила, коллеги, есть наше управление по центральному округу. Оно готово посмотреть ваши материалы. И конкретно уже не на пальцах, как мы сейчас обсуждаем, а непосредственно на соцсетях с документами, которые у вас есть на систему, уже помочь вам сделать вывод, если вы сомневаетесь. Спасибо. Следующий вопрос. Значит, как я и говорил, региональной системой межмедовственного электронного взаимодействия мы не являемся ее владельцем, мы только ее используем. Владелец там является другое юридическое лицо. Вы в своей презентации там говорили о том, что все равно эту систему надо категорировать. Вот я что-то неправильно понял? Если эта система используется вами для выполнения процесса, то, во-первых, вы должны будете ее владельцу предоставить сведения о том, что данная система является критической, потому что она обеспечивает ваши критические процессы, сведения об этой системе, чтобы он смог как владелец откатегорировать эту систему. Если вы ее откатегорировали, и только вы являетесь единственным пользователем этой системы, то тогда... Мы не единственные пользователи. Значит, вы должны просто предоставить сведения о процессе владельцу этой системы. А он уже будет принимать решение категорировать эту систему или нет? По совокупности будет присваивать категорию, потому что потенциально при нескольких пользователях, вы согласны, может быть выше гораздо ее категория. Но в свои объекты КИИ мы ее не включаем? Нет. Следующий вопрос. По применению показателей и критериев значимости. Значит, допустим, как я и говорил, у нас система электронного документа оборота. Используем мы ее не только для критического нашего процесса, но и для других процессов. Мы, когда рассматриваем критерии, мы эти критерии рассматриваем для этой системы в рамках этого критического процесса, Вы ущерб смотрите в целом от выхода из строя системы. Да, но только для этого критического процесса. В целом. В целом выход системы. Для вас, да. Что у вас произойдет, если выйдет эта система? Но опять-таки, коллеги, когда мы начинаем рассуждать по системам, мы уже сталкивались с такими вопросами. Нужно предметно смотреть по каждой системе, как она построена, какие функции выполняет и на что завязана. Потому что в различных ситуациях одинаковые системы, в очень похожих субъектах, выполняющих одни и те же функции, могут быть рассмотрены по-разному. Потому что у них различные условия функционирования и задаются к ним различные требования. Хорошо. А как вот эти вопросы нам уточнить тогда? Коллеги, есть контакты нашего управления по Центральному и Федеральному округу? Конечно, они вам помогут и ответят на ваши вопросы. Если вдруг возникают какие-то более сложные вопросы, то Центральный аппарат также готов включиться в эту работу. Спасибо. Еще вопрос. Вот там мы рассматривали... Если можно, последний. Еще два осталось. Вы торгуете здесь. Давайте тогда вот такой простой вопрос. Мы задавали вопрос в создаваемых объектах критической информационной инструкции. В инфициальных объектах, да. Да. Правильно ли я понял, что, хотя объект еще не создан, но категорирование уже субъект должен... Когда вы составляете ТЗ на свой объект, вы в том числе задаете требования к обеспечению безопасности данного объекта. То есть, соответственно, вы должны понимать хотя бы минимальный класс данного объекта, чтобы задать требования. Потом в процессе создания на этапе эскизного проектирования. Спасибо. Как я говорила, вы можете откорректировать данный объект. Еще медицинские организации задают часто такой вопрос. У них есть АСУ, ну, я не знаю, МРТ, например, да, там они все с компьютерами и так далее, которые не подключены к сети интернет, да, или вообще... Это не исключает атаки на нее. Не исключает. То есть, это все равно объект Киев. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Будьте добры. Добрый день. Медведев Максим, администрация Волгоградской области. У меня вопрос в развитии про систему здравоохранения. У нас достаточно она сложно выстроена. Оператором ее является комитет информационных технологий, который в сферу не подпадает. Функциональным заказчиком и координатором работы является комитет здравоохранения, а в самой системе работают порядка 200 методов учреждений. Причем ориентировочно в 30 учреждениях есть свой серверный сегмент. Кто является субъектом Киева в этом случае? Меня заинтересовала фраза. Оператором является в медицинской системе тот, кто не работает в сфере медицины. То есть он незаконно выполняет функции по медицине? У нас есть постановление губернатора, которое определено, что комитет информационных технологий является оператором системы. У нас просто создан, как сказать, профильный комитет, который является где-то порядка 80% информационных систем оператором. И он их все ведет. Запутанная история. Предупредили с самого начала, что непростая. А вы говорите, что в банках сложно. Да, в госорганах кажется еще сложнее. Потенциально, раз он является оператором, значит потенциально он должен выполнять данные функции. Просто мы не сталкивались еще с обстоятельствами, когда организация работает в области, но при этом нигде в документах не указано, что она выполняет данный функционал. Поэтому он является, раз он является оператором, владельцем данной системы, он является субъектом КИИ. Надо разбираться, почему у него не прописано это в полномочиях, в положении о вашем комитете. Он же, как сказать, он ведет только центральный сегмент. Он ведет и обеспечивает безопасность данного центрального сегмента. Правильно сказали. Именно к нему будут применяться требования, поскольку он обеспечивает функционирование данного сегмента. А нет учреждения, которые ведут свои сегменты? Они будут являться субъектами КИИ? Нам уже задавали такие вопросы еще раз. Если это единая целая система, то у нее есть один владелец. Если сегменты подразделяются и не самостоятельные, то каждый владелец этого сегмента, как владелец отдельной самостоятельной системы, должен ее обеспечивать. Еще раз, коллеги, в данном случае нужно разбираться по особенностям построения вашей системы, по взаимодействию, что это является. Если это сегмент единой системы, то он и должен защищаться в рамках единой системы. Требования к нему должны подъявляться в рамках единой системы. Тогда в этом случае медицинские учреждения должны выполнять требования, разработанные комитетом информтехнологий. Правильно? То есть оператор должен подъявляться. Он подъявляет требования к подключаемым субъектам. Это общее правило в защите. И дальнейший вопрос, наверное, к ФСБ. Скажите, что надо будет сделать участникам этого и субъекту Киев, чтобы выполнить требования закона о гостайне? Можно еще раз? Если честно, не совсем понятен вопрос. Что надо сделать субъектам, чтобы выполнить требования закона о гостайне? Есть пункт, что засекречены, подлежат сведения, меры по обеспечению безопасности информации Киев, правильно? Есть такое положение. Вот что надо будет сделать медучреждения, чтобы подключиться? Давайте мы сейчас дождемся профильных перечней по гостайне. То есть сейчас есть указ президента, который утвердил, так скажем, понятие верхнего уровня. Сейчас идет разработка и в Афстек, и в ФСБ конкретных перечней. А в каких объемах и какие сведения конкретно будут относиться к гостайне? Перечень Афстека уже есть. 1 сентября. Тогда вы увидели, что там по совокупности за отрасль или за регион. Соответственно, одна организация, если она сама по себе не работает с гостайной, никак не подпадает под закон о гостайне. Нет, ну получится, что медучреждение ознакомливается с документами, которые подпадают под меры по информативной опасности. За один объект, а мы говорим о совокупности за отрасль, меры, сведения о защищенности, то есть то, что прописано в 119 пункте, который введен в указ, это все будет по совокупности, подпадает под гостайну. Сведения под гостайну за один объект, меры, применяемые на одном отдельном объекте или требования к одному отдельному объекту, не подпадают под гостайну. Но мы в этом тоже нового ничего не внесем по поводу одного объекта. Спасибо. Можно? Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Куприков Петр, предприятие Росатома. У меня вопрос к ФСБ, вот два вопроса, ну уточнения, скажем так. Вот сайты госсопка.ру, это вот официальный сайт НКЦИ или, так сказать, общественный какой-то? Или фишинговый. Да. На данный момент пока это не является официальным сайтом. Сейчас идет процесс того, чтобы этот сайт стал официальным ресурсом. А в чем проблема-то? Домен купить не на что? Нас опередили. Сверху. Понятно. Да нет, просто отожмут сейчас и все. Спасибо. Второй вопрос. По уточнению, вот заказ НМД по ограниченному доступу по госсопке с уровня ДСП и прочее. Вот можно в письме просто указать, что, так сказать, прошу предоставить действующую документацию в рамках госсопки, а не перечислять, так сказать, вот большой список. А то вот в Австек обычно требует конкретный список, а все остальное, так сказать, вот так. Мы не говорим, если вам нужен какой-то перечень из этого списка, он же может быть меньше, может у вас уже что-то до этого было. Нет, мне вся документация нужна для работы. Насколько я знаю, в Росатом мы направляли уже пакет документов. Проще узнать номер письма и лицо, на которое было отправлено пакет документов. Вот, и третий вопрос по уже по созданию подразделений силы реагирования, да, и в части обеспечения госсопки, и в части обеспечения безопасной информации значимых объектов КИИ. Вот, года три назад, вот опыт существует, все-таки добились Минтруда нормативы численности по подразделениям РСП, по ДТР, ТЗИ. Вот есть какая-то, так сказать, направленность между двумя органами исполнительной власти в части привлечь Минтруд к появлению нормативов Минтруда в части вот этих подразделений по госсопке и по значимым? Ну, коллеги, требования в части ФСТЭК России, требования к силам, которые задействованы в обеспечении безопасности значимых объектов КИИ, они прописаны в 235 приказе. Естественно, пока что организация может самостоятельно определить, достаточно ли ей ресурсов для выполнения существующих подразделений для выполнения тех обязанностей, которые у нее возникли. Либо же необходимо создавать новые дополнительные рабочие места. Слушайте, услышал в вашем вопросе, такая ностальгия прям пробила, вот тему, которую в банковской среде обсуждали пять лет назад, когда жестко требовали от Центрального банка определить, что вот столько человек должно быть в банке и заниматься безопасностью. Вступлюсь за коллег, этого делать принципиально нельзя, поскольку объекты разные, организации разные, задачи, которые они решают, тоже разные. Возможности разные. Возможности в том числе тоже разные. И можно определить, что будет там, скажем, пять человек, а на самом деле нужно 30. Или наоборот, вот пять человек определили, а там одного достаточно. Вот на примере того же самого, в той же самой финансовой сфере, могу сказать, что да, как бы выглядел Центральный банк, если бы он сказал, что обязательно должно быть подразделение в составе там ломбарда и в количестве пяти человек. А там ломбард всего два человека. Вот просто два. И один ноутбук. Ну, кстати, тоже субъект КИИ. Охранник на аутсорсинге. Да, охранник вообще действительно аутсорсинг. Вот будет приблизительно такая же история, поэтому это принципиально нельзя делать. Что коллеги правильно совершенно сделали, определили, они определили, что должно быть такое направление, должно быть такое подразделение. Какое количество, слушайте, ребята, умение дойти и правильно объяснить потребности и выбить финансирование, это ваше умение, это умение безопасника. Если он этого не умеет, ну, очевидно, ему надо искать другую работу. Ну, здесь мы тоже едины, собственно. Наши требования, они выпущены и направлены в адрес субъектов тех, которые запросили, да. И абсолютно Артем Михайлович прав. Ну, как можно сказать, сколько надо человеку одной организации и как-то это отзеркалировать на другую организацию. У нее случай другой. Может, система поменьше, но она может посложнее. Здесь индивидуально надо рассматривать, и вы должны обосновывать это перед своим руководством. Не, малосы, ребята. Спасибо. Кадры по детским садам собираем, они, говорят, вы можете, говорят, да, профнепригодны, да. А можно я отвечу на вопрос? Я просто знаю, были вопросы, которые здесь пока еще не прозвучали, по отношению, соответственно, финцерта и его работы. Значит, первый вопрос был, поддерживаем ли мы стикс в формате обмена. Отвечу сразу, что на прием стикс мы не поддерживаем, мы его поддерживаем на возвращение материала обратно нашим участникам информационного обмена. Мало того, стикс сейчас в информационных рассылках есть. У нас сейчас информационные бюллетени по электронной почте расходятся в нескольких форматах. PDF, стикс и там еще один какой-то, не помню, машина. Ну, короче, машина читаемых формат поддерживается. И второй вопрос, который интересовался, собственно, каким образом происходит информирование, кому субъект должен писать, он должен писать, сообщать в госсобку или, соответственно, в финцерт. Здесь ситуация очень простая. У нас есть договоренность с ФСБ о том, что они от нас готовы принимать весь поток информации, который наши подназорные будут передавать через финцерт. Почему мы не, собственно, не идем вперед, не сообщаем о такой возможности во всеуслышание? По одной простой причине. У нас пока нет основания для того, чтобы это решение вперед двинуть. Мы ждем, когда из Минюста вернутся приказы, которые коллеги готовят. Но схема именно такая. Вы можете определиться сами. Вы можете отправлять сообщение в два адреса, но можете работать через финцерт, именно субъекты, которые относятся к подназорным Банкам России. Да, можете отправлять через финцерт. Финцерт автоматом все сгружает непосредственно в госсобку. И как бы все довольны, весь закон соблюден. Да, да, помню, совершенно верно. Только один нюанс маленький. Не забудьте нас, пожалуйста, уведомить, что вы будете информировать нас через финцерт. Да, 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 да. Вот это вот серьезное добавление. Но в любом случае, когда, собственно, из Минюста приказ выйдет, все финансовые наши подназорные получат соответствующее информационное письмо и должны будут проделать такую несложную процедуру. Направить сообщение в госсобку с копией нам, и дальше мы продолжаем работать. Молодцы банкиры. Ну, если чуть было ФСБ, не забыли. Отличная история. Будьте добры, вы там слоите уже микрофона. Добрый день, Александр Димитров. Я представляю кредитную организацию. Артем Михайлович сказал, что заскучал. Сейчас немножко подискутируем с вами. Первая часть касается обмена в рамках финцерта, да, по предотвращению вот так. Но это как бы не вопрос, а пожелание небольшое. Вот в бюллетнях, которые вы рассылаете, ну, в небольшой части есть какие-то рекомендации, да, по недопущению. А хотелось бы, а в основном идет информация по IP-адресам, да, сайтов и доменных имен, откуда идет рассылка писем. Ну, хорошо, мы это блокируем на уровне доменов, да, запрещаем доступ на сайт. Ну, возможно, с вашей стороны еще есть какие-то дополнительные меры по, ну, допустим, по рекомендациям, да, по недопущению там возникновения такого. Потому что вот взять предыдущую неделю два раза была рассылка о том, что от Юнистрима с реального почтового адреса идет рассылка вредоносного ПО. Как бы и меры там никакие не принимаются. Ну, давайте я как-то Юнистрим комментирую. Артем Калашников, к сожалению, сбежал. Я понял, да, Юнистрим я комментировать не буду, да, что там как принимается, что не принимается. Ну, поверьте, что ситуация там под контролем. Вот, это первое. Во-вторых, если вы посмотрели, что мы, как мы формируем бюллетени, да, мы формируем их по, ну, во-первых, у нас есть три вида рассылок, да. Ну, четыре файла, да. Реально, вот если так посмотреть, это три, да. Это первое, когда мы даем общий обзор того, что происходит в мире. Второе, когда мы даем конкретные метки компрометации, в том числе, как бы рассылки. Там, где есть необходимость, если, соответственно, непонятно, какой вредонос для банков, но нам он понятен, мы даем, что конкретно надо сделать. Если речь идет просто о спам-рассылке, то вы получаете набор адресов. Параллельно, естественно, мы сработаем и с госсобкой, работаем с регистраторами доменных имен на предмет блокировки этих ресурсов. Или, во всяком случае, остановки делегирования этих доменов. И третье, это когда речь идет о точечной рассылке к конкретному субъекту, когда понятно, что на его ресурсах что-то происходит. Вот, если есть какие-то пожелания, то мы, на самом деле, открыты очень для взаимодействия. Давайте, собственно, адреса знаете, напишите. Это не означает, что вам надо официальное письмо написать. В любом случае, у нас идет проект по совершенствованию автоматизированной системы. Мы там готовы, готовимся к запуску второй очереди. Она должна быть запущена к концу третьего квартала, ну, после первого квартала. Но я думаю, что во втором квартале точно вторая очередь запустится в полном объеме. Отдельно хочу сказать, что форматы, соответственно, сбора информации, форматы рассылок, это форматы, которые синхронизированы с форматами госсобки. Мы единственное, что сделали, мы дополнили эти форматы экономической информации, которая коллегам не нужна, но которая дает представление о экономической сути того, что происходит. То есть хищение, собственно, где украли, что украли, в каком объеме, какая информация есть о том, куда эти деньги ушли. Зачем это нужно, да, помимо того, что мы можем, собственно, экономический анализ провести по этой теме, еще есть возможность остановить, попытаться остановить эти деньги и вернуть законному владельцу. Вот, собственно, чего там в форматах. Если что-то не хватает, то давайте мы дополним. Но вот про то, что вы говорите, не всегда есть возможность написать, что надо сделать. Почему? А с IP-адресами и там с доменными именами проще. Вы их себе загрузили, не знаю, там в СИЭМ или в средства обнаружения вторжения, дали запрет, там поставили в блэк-лист, и это уже определенная мера, которая может вас, собственно, как-то оградить. То, что мы знаем, а вы, как регулятор, может, еще больше знаете. Ну, вот поверьте, мы отдаем вам уже проанализированную информацию и отсекаем ненужный мусор. Тот, который вам вообще никак не поможет. Постараемся, собственно, почему у нас и получилось загнать сейчас всю информацию в машиночитаемый формат. Потому что это проанализированная, разобранная у нас в Финцерте работает неплохая команда технических аналитиков. Да, их немного, мы там не антивирусные компании, нам, в общем, как бы это не нужно, но ребята работают очень хорошо, быстро, стараются. И вот когда есть возможность проследить, какие метки компрометации, помимо, соответственно, адресов и помимо там доменных имен, естественно, в информационный бюллетень это все попадает. Вот это даем. Ну и, собственно, вопрос теперь по 187-му федеральному закону. Да, он отчасти, то есть он также касается и банковской сферы. Но там определено, есть такое понятие, что он относится к системно значимым кредитным организациям. А перечень системно значимых кредитных организаций, ну, на сайте Центрального банка есть, и как бы... Мне кажется, он уже понятен вопрос. Если... Да, да, да. Если в этом списке отсутствуют банки, ну, для нас понятно, для нас это будет какая-то наша... Не пытайтесь ответить, источник правды здесь. Относится... Да, сам себе отвечаю, ладно. Не так, не так. Смотрите, в законе определено, что все организации кредитно-финансовой сферы, они относятся к субъектам КИИ. Дальше, в рамках документа, который мы согласовывали со СТЭК России, методика категорирования, там вполне понятны критерии отнесения к значимым субъектам. Вот посмотрите, что там написано. Да, там есть признак системности и есть признак количественной признаки. То есть, что с точки зрения... Кто, точнее, с точки зрения банковской системы может пострадать, если будет нарушено функционирование того его субъекта. Да, я могу сказать, что там 90 с лишним процентов в значимые субъекты не попадут, но это не значит, что вам не нужно проводить категорирование. Мы перечень, конечно, чтобы от паровоза не отстать. Перечень мы утвердили, в ОВСТЭК направили, будем проводить категорирование. Но хотелось бы просто уточнить, потому что именно была фраза системно-значимые кредитные организации. Нет, в законе такого нет. Нет, в законе точно такого нет. Я почему к этому списку я обращался? Не потому что я его читал, а потому что мы его писали. Но нет, там действительно такая фраза. Может быть, у вас какая-то пиратская копия? Возможно. Артем Михайлович, остальные вопросы я хотел бы оставить время коллегам. Если можно будет, после сессии еще пара вопросов. У меня есть по 382 и по биометрии еще. Если успеете его поймать. Спасибо. По биометрии могу сейчас ответить. А то нас любят перевирать фразы там иногда. Но с биометрией у нас пока все нормально. Пожалуйста. Добрый день. Леон Владимир, Ростелеком. У меня вопрос представителю ОВСТЭК. При подготовке направлений сведений о категорировании объектов КИИ. Допускается ли какая-то типизация объектов. К примеру, охрана пожарной сигнализации, система контроля управления доступом. Можно не на каждую из этих систем направлять сведения, объединить в одну. Просто указать физические площадки размещения как адреса. Система не взаимосвязанная, система локальная. Ну, первое. Ростелеком нам направил перечень уже и ведет работу. Речь идет не об объектах Ростелекома, а об объектах клиента. Далее. Документы должны быть разработаны на каждый объект. Допускается типизация в плане упрощения вашей работы. Но сведения по каждому объекту вы должны нам представить. Если сведения одинакового характера, назначение объекта одинаковое, критический процесс, который он обеспечивает, тоже одинаковый, разные только адреса размещения. По каждому объекту вы должны подписаться о том, что документы разрабатываются на каждый объект. Все, я вас понял. Спасибо. Спасибо вам. За последнее время, поправьте меня, если я не прав, в Уголовный кодекс внесено три статьи, по которым руководители служб ИБ будут сажать. Привлекать к ответственности. Там ответственность не руководитель службы ИБ, а руководителя предприятия. То есть по ИБ-шному инциденту. И ни одного вопроса об этом из зала. То есть зал не верит, что это все серьезно? А мы читали закон. И? Генеральный директор. То есть не мы? Не мы. Отлично. То есть делаем все, чтобы... Что ты руку поднял? У меня как раз по этому вопросу был, ну не был случай, а читали, да, из юридической практики, что был привлечен не руководитель, а именно, то есть не руководитель организации, а именно руководитель службы ИБ. Совершенно верно. Уголовный ответ. Совершенно верно. Ребята, и ни одного вопроса из зала об этом? Почему? Без комментариев. Спасибо. Отличный ответ. Это как раз к вопросу о вовлеченности. Точнее, слышишь, оговорился, не вовлеченности, а привлеченности. По Фрейду оговорочка. Ну что ж, на самом деле, я думаю, что полтора часа плотного формата они просто вымотали нас всех. Можно последний вопрос? Финальный. Финальный. Крайний. Будь добрый. Энерготрансбанка Голубецкого Александра. Можно небольшое точнее по поводу СПДН и субъектов КИИ? Обязательно ли границы СПДН и субъектов КИИ должны совпадать? То есть может ли одно СПДН включать в себя несколько субъектов КИИ и наоборот? Объектов. Объектов. Если у вас СПДН в соответствии с 152-м законом, оценена как отдельный объект, то вам нужно будет очень сильно постараться обосновать, чтобы объединить ее с другими объектами, потому что вам придется реализовывать разные требования по периметрам этих систем, как минимум. Не рекомендуется. Поэтому и вопрос возник. Не рекомендуется. Не рекомендуется. То есть они желательно должны совпадать, да? Но это следует из логики, да. Нет, может одну СПДН сделать какую-то совпадающую с границами инфраструктуру, одну большую, да, и внутри несколько вот… Маленьких субъектов КИИ, да? Объектов. Объектов КИИ, да. Это матрешка какая-то будет. Больше объектов хороших и разных. Видимо, да. Ну что ж. Не рекомендуется. Нет. Нет. Спасибо. Да, хотел, может, еще вопросик такой маленький. По поводу ответственности. Сейчас на электронных торговых площадках многие государственные учреждения, они как бы объявляют тендер на проведение категорирования. И вот в этом случае, кто же, опять же, кто будет нести ответственность, если неправильно? Прости, пожалуйста. Ты, говоря про ответственность, забыл представиться. Какая-то причина есть? Нет. Я просто интересуюсь. Никита Артемьевич. Просто сейчас, я просто предполагаю, что сейчас вот первые торги это категорирование, да, потом пойдут торги на… на оказание услуг, там, под создание… Так и запишем. Вопрос от анонимуса. Да нет, представился. Вот такой вопрос. То есть кто в этом случае будет нести ответственность? Я думаю, что… Кому вопрос. Да это всем вопрос. Просто я считаю, что, конечно, в любом случае, наверное, будет организация нести ответственность. В любом случае будет нести ответственность организации. Да, но тут опять мы… Так хотелось услышать, что ФСБ, ФСТЭК… Нет, нет, ну точно. Вот понятно, что очень хочется провести чужими руками и спрятаться там за подпись, но вот точно не получится, потому что ответственность в любом случае на руководителя. Точно так же, как и в любом… по аналогии с аудитом, который проводится финансовый, непосредственно во всех финансовых организациях. То есть понятно, что аудиторское заключение делает аудитор, за него отвечает, естественно, аудитор, но за финансовое состояние банка не аудитор отвечает, а руководитель банка. Я понимаю просто. Ну тут, знаете, может, люди не пытаются избежать там ответственности, а просто тут вопрос про кадры прозвучал, да, что просто не хватает квалифицированных кадров, которые там могут привести категорирование. В этом случае просто опять же, как оценить работу той подрядной организации, которая выполнена этой работой? Коллеги, если вы посмотрите процедуру категорирования, которая утверждена постановлением в 127-м, то вы увидите, что в категорировании участвуют все подразделения, и не последнюю роль там играют подразделения, которые обеспечивают непосредственно тот хозяйственный процесс, тот критический процесс, который выполняют. Это не подразделения ПИБ, не только они. Соответственно, все должны участвовать, потому что только именно основные подразделения организации знают, как выполняется процесс, а что будет, если вдруг он прервется. И поэтому все должны участвовать. И в законе, в законодательстве, если вы не заметили, у нас только субъект фигурирует. А вот организация, которая выиграла конкурс, уже по договору, если что-то, извините за сленг, накосячила, будет отвечать уже перед субъектом, соответственно, в рамках договорных отношений. Отвечать она будет ровно так, как прописано в договоре. А ответственность силу закона будет лежать исключительно на организации. А так как было бы приятно заключить с кем-нибудь договор по любой теме, которая лежит вне рамок закона, и сказать, это сделан не я, у меня с ним договор, сажайте его. Я думаю, поэтому так как бы… Это одна из причин, наверное, почему такие конкурсы появляются на торговых площадках. Все, спасибо. Спасибо, спасибо. Артем, заметил, что с этим случилось? Сегодня впервые в моей практике диалог с регулятором был похож на диалог. Коллеги, спасибо вам за это, за ваши вопросы, за ваше внимание, за ваше время. Коллеги, мне с вами было чертузки интересно, и я очень рад, что сегодня у регуляторов такие симпатичные, приятные, даже любые лица. Спасибо. Спасибо.